Как оно, ребят? Многие из вас не знают, но когда-то я был парнем, который сделал видео по сравнению наушников SteelSeries. И скажу честно, аудитория это приняла достаточно неплохо, и даже хотели все продолжения. Было это два года назад, если кому интересно. Но потом, когда я уже собирался сделать видео по мышкам от Razer, я понял самое очевидное. Первое, половина всех вещей, которые у меня были, а именно мышки от Razer, от SteelSeries, наушники, я почти всё из этого раздал или продал. Короче говоря, единственное, за что я мог цепляться, это за воспоминания. Но как вы понимаете, для зрителя это не особенно-то и круто. Да, это мнение, но хотелось бы видеть наглядно, почему это говно, а это нет. Конечно же, я начал писать различным производителям девайсов о том, что Йоу, ребят, давайте я вам сделаю видео. Они такие, да, конечно, конечно. Но потом я говорю им, ребят, у меня есть одно условие. Моё мнение не покупается, а значит, если ваш девайс говно, я так и скажу. И после этого все сливались. И это относится не только к производителям гейма Триготики. С играми то же самое, но сегодня не о них. Многие популярные фирмы, даже которыми вы пользуетесь, отказывали, потому что, ну, вдруг я обосру их девайс. Вы понимаете, да? Вроде бы популярные фирмы, они делают огромнейшую наценку на свои продукты, но когда кто-то хочет обозреть их продукт, они не готовы к критике. Естественно, это меня не особенно радует. Но вот буквально недавно я такой лазал по интернету и нашел вот эти наушники. Это GameDies Hibby. И в чем тут прикол? Как вы видите, они очень сильно смахивают на SteelSeries Elite. И, конечно же, я захотел их себе приобрести и сделать видео для вас. Но потом я подумал, что могу, в принципе, написать этим ребяткам и сказать, Йоу, давайте я сделаю обзор, но вот в таком своем стиле. Они согласились, что меня удивило, и выслали мне девайсы. То есть эти ребята, первые, несмотря на то, что вот их наушники почти что-то клон, пародия на SteelSeries Elite, они согласились на обзор своего девайса, при условии того, что, ну, вполне вероятно, я буду здесь как бы критиковать их. Это меня, конечно же, удивило, и думаю, вас тоже. Потому что многие ютуберы, когда им дают вот такие девайсы, говорят, что облежут с ног до головы. Нет, я лежу только кейсы. Кейсы можно, пацаны, это кейсерская тема, там все пидоры. А что касается девайсов, игр, уж извините, тут у меня мнение свое. И если я считаю то, что вещь говно, и что-то мне в ней не нравится, я так и скажу. Короче, начнем, пожалуй, обзор вот этой вещи. Ах, да, чуть не забыл. Они мне еще отправили вот это. Это набор из коврика, мыши и клавиатуры, которые стоят 4000 рублей. То есть это стоит штука 4000 рублей, а это 3, если, конечно, верить гуглу. А, кстати, что касается клавиатуры, она очень сильно напоминает как раз таки на Corsair Strafe, который у меня. Ну, или второй вариант на HyperX Alloy. Я, честно говоря, больше за это, потому что, если брать ту же подсветку на этой клавиатуре, ну, не хочется верить то, что из этого сделали это. Да, я понимаю то, что это пародия, клон, типа, и все такое, но что-то не то. Да и по ощущениям, абсолютно другая клавиатура, вообще не напоминающая абсолютно ничем нашу добрую Strafe. Но это пофиг. Если бы клавиатура эта отдельно продавалась, я бы даже слова не сказал плохого. Для механической клавиатуры она реально неплоха. Возможно, в плане дизайна она немножко такая себе. Русские буквы, они нацеплены, как будто вот, ну, чисто для галочки здесь. Короче говоря, клавиатуры реально делали для английского рынка. А в Россию она попала просто потому, что, ну, пока же так захотели. Видимо, решили проверить. Но она продается не отдельно. Она продается в комплекте за 4 тысячи. С двумя вещами, которые, мягко говоря, меня не впечатлили. Коврик Nux, который выглядит как самый обычный, да ощущается как самый обычный кусок ткани от коврика SteelSeries. Только раза в три меньше. И мышка Demetra E2. А почему она мне не понравилась? Там вроде софт-тач, по бокам шершавый пластик, вроде все по стандартам. А дело в том, что сам сайт не поддерживает. То есть, если вы хотите поменять там какие-то ДПА и что-то вот изменить, обломитесь. У вас это не получится. Возможно, когда-то это работало, но теперь эта фигня просто бесполезная. И, следовательно, если вы покупаете это только ради клавиатуры, то вы покупаете это реально только ради клавиатуры. Но отдельно вы ее, к сожалению, не сможете купить. Поэтому придется покупать комплект, либо идти нахрен. Клавиатура, ну, неплохая. Механика очень клевая. Шумная, конечно. Ладно, на самом деле, это комбо-вомбо под названием Hermes E1 Gaming. Я как-то не особенно хотел сильно обозревать. Я просто сказал, что из них хорошо, что плохо. А вот наушники мне действительно интересны. Потому что они казались достаточно похожими по характеристикам на SteelSeries Elite. А SteelSeries Elite, ну, если, допустим, брать какие-то сайты, стоят от 9 до 11 тысяч рублей. А эти наушники от 3 до 4. Опять же, можно найти на разных сайтах. Чтобы вы понимали, дизайны абсолютно одинаковые. Но характеристики чуть-чуть, вообще неощутимо, идут в пользу SteelSeries Siberia Elite. И, опять же, это чуть-чуть вообще незначительно. А еще, что меня действительно порадовало, ребята из GameDiz убрали самые главные недостатки Elite. Первое, это тонкий провод, из-за которого, как раз таки, все херам и ломалось в этой конструкции. Вот эти наушники, то есть хиби, они весят 470 грамм. А наушники Siberia Elite 380. При условии того, что их наушники весят 380 грамм, они сделали вот такой мелкий провод. Здесь, ребята, хоть и, как видимо, запарились. И, на самом деле, хоть они тяжелее чутка, на ушах они ощущаются абсолютно так же, как и Siberia Elite. Но, тут ты, по крайней мере, будешь уверен, что если они у тебя грохнутся, и ты ухватишься за провод, они не сломаются. Как это было с элиткой. Кстати, как это было и у меня. Провод дико толстый, и за это им, конечно же, спасибо. Те же амбушюры на наушниках замечательные. Возможно, все это выглядит более агрессивно. И, конечно же, здесь нет пульта управления, которое было на элитках. Ну, помните, вы там могли настраивать все буквально на ушах, как пилот. Сюда повернули здесь звук. Сюда повернули здесь микрофон включился и выключился. Нет, здесь просто подсветочка. А сам пульт управления, как у большинства сейчас наушников, спустился вниз. И вот насчет него у меня реально есть опасения. Дело в том, что он, по ощущениям, просто китайский кусок дерьма. И я очень сильно переживаю то, что как раз-таки из-за него может полететь все в тартарары. Возможно, эти опасения не оправданы, поэтому, дай бог, все будет замечательно. На нем, кстати, есть настройка вибрации. Да, эти наушники вибрируют, когда что-нибудь происходит в игре. Например, когда кто-то рядом ходит, стреляет кто-то. Это, кстати говоря, очень классная штука. У меня не было опыта, но ощутив это в хибби, скажу так. Супер! Как я и говорил, на голове наушники ощущаются просто замечательно. Конечно, не буду лукавить, в моем случае тут не было полного шумоподавления. Потому что, как вы видите, даже на видео, у меня есть небольшой кусочек. Как раз, где наушники не могли прижаться к уху. В результате было небольшое окно. Но, в общем-то, это окно никак не ухудшило впечатление. Кстати, после обзора я отдал эти наушники своей девушке, и она довольна. У нее, кстати говоря, видимо из-за формы головы, наушники прям плотно-плотно облегают. Поэтому все зависит от формы головы. Но, опять же, скажу, что SteelSeries Elite, и я действительно чувствовал себя как в шапке-ушанке. Тут такого нет. Я решил проверить наушники, естественно, клавиатуру в игре Counter-Strike Global Offensive. Я, конечно, мышку не подключал их. Я играл со SteelSeries Rival 700. И что могу сказать? Во-первых, вибрация. Это клевая вещь. У меня, к сожалению, нет вариантов, с чем можно было бы сравнить ее. То есть, это, по сути, первые наушники с подобной функцией. Но, она мне понравилась. RGB-подсветка тоже неплоха. Хотя, я это понял, когда только увидел себя в этих наушниках. Такой прикольный сексуальный хеймер. Помнится, когда я сделал обзор на SteelSeries Elite, и говорил то, что ты будешь слышать врага абсолютно в любой точке карты. Здесь абсолютно все то же самое. И это, в принципе, неудивительно. А за счет, как раз, такие вибрации, ты начинаешь херачиться, даже если противник куда-то где-то кинет декой. Кроме этого, я решил немного щетерить и настроить 7,1 звук. То есть, я правое и левое ухо просто прихреначил, как вот должны быть, а не в стерео. А все остальные я оставил в таком же порядке. И знаете, мне это понравилось. Нельзя сказать, что у этих наушников нет недостатков. Они абсолютно те же самые, как были в SteelSeries Siberia Elite. Да и на самом деле, самые большие проблемы, которые были, их здесь решили. Хотя, позднее я зашел на сайт и увидел, что у многих была проблема как раз таки со звуком. И эта проблема со звуком шла из-за того китайского пульта управления. Конечно же, надеюсь, что это, возможно, единичный брак. Но не хотелось бы в этих наушниках увидеть такую же проблему. Ну вот, вы, в принципе, поняли то, что я думаю об этих наушниках и об этой клавиатуре. Если вас интересует, почему звук такой странный, ну, по крайней мере, не такой был, как в начале и середине видео. Дело в том, что сейчас я его записываю с микрофона. А микрофон здесь, кстати говоря, особенный. То есть, во всех обычно наушниках зачастую есть только шумоподавление. Здесь он тоже есть. Но это не главное. Главное, что здесь есть вот такие вещи, особенно для геймеров, очень классные. То есть, например, я нажимаю кнопку вот так. Вот так я нажимаю кнопку. И теперь у меня голос женский. Что интересно. Нажимаю так и остановлюсь брутальным мужчином. Нажимаю дробь. В принципе, по бумаге эти наушники слабее, чем SteelSeries Siberia Elite. Но, если говорить именно по ощущениям, вот как рядовой пользователь, я могу сказать то, что здесь всё ок. Да и вот эти приколечки со звуком однозначно тинейджерская хуйня. Ну, а на этом всё. С вами был Стин. Желаю вам всего самого лучшего, здоровья, счастья. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайк, чтобы у вас такие наушники оказались под дверью. А я пошёл играть в плохие игры. А вы играйте только хорошие. Чё там? Удачи. Пока. Ах да, друг, совсем забыл сказать. То, что по промокоду STIN15 ты получишь скидку на 15% в течение двух недель на сайте GameTS. Почему я говорю это шёпотом? Чтоб меня не поймали федералы! Субтитры сделал DimaTorzok